всех приветствую на канале для пострадавших стоп психотеррор и он же канал для потерпевших от психотеррора с вами я андрей шутов и пострадавшая очередная у нас представьтесь пожалуйста изложите свою историю психотеррора нам всех добрый вечер меня зовут мурзаева галина я проживаю в городе тольятти самарская область проживаю в тольятти семьдесят четвертого года долгожитель уже со своей семьей вот 14 года подверглась очень сильной травле из шестнадцатого года нахожусь в открытом психотеррори в гонсталкинге в общем подвергаюсь травле со стороны соседей потеряла дом потеряла всех родственников потеряла старшего сына на этой почве всей уничтожены все мои друзья хорошие люди в городе тольятти с кем бы я не общалась люди страдают тоже вот началось все это даже с детства можно сказать насколько я себя помню очень сильно страдали мои родители от психотеррора мы проживали в коме асср город воркута поселок комсомольский отец работал на шахте мама также не могла нигде работать меняла работу за работой то поваром то уборщицы то еще где-то мама перенесла сложнейшие операции по-женски несколько операций в детстве сколько помню я бегала всегда к ней в больницу и она меня обливала горючими слезами после меня уже детей не было семьдесят четвертом году мы выехали из воркуты потому что мы проживали финском доме и мама без конца двигала мебель кровати была таком нервном состоянии всегда кипятило белье помню отец вскрывал полы то есть в этом финском доме потом как мы узнали был пожар сгорел мужчина и наспех побелили стены и заселили нашу семью вот отец все это поменял но видимо не спасалось равно шло воздействие и мы выехали в тольятти переехав тольятти мы попали вот насколько я помню точно такую же ситуацию то есть из этого дома стихийно съезжала семья патрикеевых тетя зоя четыре сына и они разводились с мужем муж всегда стоял на улице ну как хозяин не заходил в дом и такие слухи ходили что тетя зоя видимо и что-то на него воздействует тетя зоя переехала через три улицы в частный сектор и умерла через полгода хозяйка нашего дома на уральска 95 а моей маме она говорила когда съезжала говорил сонечка найди это в доме моя мама говорила тетя зоя что это может быть золото или клад какой-то что ты меня просишь найти я не знаю но это что-то с такое страшное в доме есть и мама с отцом делали ремонт снимали все шпалеры там все кладовки все доски срывали что-то искали но так и ничего не нашли единственное что в доме был какой-то странный кабель электропроводка мощная такая ни один электрик не мог разобраться видимо в этом доме было уже установлена какая-то аппаратура или через вот эти электросети в общем воздействовали начали на отца сильно отец практически в доме не жил он строил в сарае какие-то убежище себе с шалаши них не хорошо об этом говорить но три раза мы его вытаскивали из петли он вешался хотел суицидом покончить вот конце концов отец умер от острого инфаркта девяносто в том году его забрали на скорой с издевкой утром объявили что ваш отец очень долго боролся за жизнь потом я не знала этого потом взялись за маму в это время я проживала с мужчиной мурзаевым салаватом я отделилась от родителей малосемейку слова тоже видимо участник психотронной мафии хотя это все было очень скрыто тщательно мама всегда говорила против него я не слушала ее мой старший сын попал на зону в общем одновременно шло такой вот со всех сторон это не описать похоронили отца через пять лет мама уехала она просила меня доченька давай съедем давай уедем из этого тольятти я ее не слушала тогда она уехала сама в другую деревню самарской области шанталинский район нашла дедушку через социальную газету это семья тоже там издевались над ней старший сын мой сидел на зонах безвылазно выходил и снова садился выходил и снова садился на него вешали чужие преступления карманные кражи он сам говорил что следователи говорили рустам возьми на себя все посидишь немножко тебе на зоне будет лучше чем на свободе я ему объяснял что сынок дороже свободы нет ничего зря ты так все делаешь тебя все равно затопчут они даже не знаю как продолжать в это время родился второй сын у меня марат 2001 году он очень сильно болел в садике подвергался травле бесконечно я меняла садике мама переехала в эту деревню а мы из малосемейки переехали в дом сбиваюсь андрей может очень сильная психотронщица которая мамина землячка который посещал нашу семью которая участвовала и в убийстве отца разъяпа из марии из ксср с парангинского района деревни ирнур с одной деревни с мамой она до сих пор проживает в новом городе у нее тоже вся семья практически была истреблена но видимо ее прогнули под пси-террор этот заставили ее участвовать во всех этих гадостях она очень сильно посещала мою перед смертью моего отца на наш дом так даже я не понимала ничего потом она начала приезжать к нам угощала моего сына мы попадали в больницу потом она стала настаивать там мы татары на обрезание младшего сына сделали нам фашистское обрезание в многопрофильной больнице женщина врач ребенок мой кричал наверно на всю округу сотрясались стены стекла я хваталась за голову я не знала там что делать отталкивала ее но уже поздно было и вот такую травму психологическую ребенок получил я за больницу мы не вылазили с ребенком старший на зоне то есть вот такая у меня жизнь была потом салават видимо поощрялся мой муж когда умер мой отец в 2007 году мама умерла и все это случалось под выходные дни теперь я уже все схемы понимаю мафии вот у меня зарядка сейчас я подключу все совершается выходные в преддверии выходных дней пятница суббота воскресенье и родители мои умерли в эти дни мама умерла в деревне от инсульта ее никто не вскрывал быстро захоронили и все с мужем мы развелись через два года после смерти мамы по моему вот и марат учился в шестом классе и подстроили драку вот с этого момента самое ужасное по что понеслась травли подключились все соседи в частном секторе где мы проживали со всех сторон как сказать такие мелкие скандалы какие-то непонятные то с одними то с другими даже с задней стороны проживали татары там женщина башкирка муж татарин гали с валерой пришлось от них закрыться забором от одних закрылись забором от других от третьих и когда получился такой момент я поняла что сделали просто как ловушку я не могла то есть как отверженная осталось школе драку подстроили 6 декабря 2013 года когда он учился в шестом классе сын школа номер три города тольятти расположен на бульваре 50 лет октября директор храмов константин петрович мы там учились с первого класса я была председателем родительского комитета я понимал какая-то тоже травли идет на сына занижали оценки сажали одного без девочки на заднюю парту всегда ему было обидно объясняли тем что он высокий ему оттуда хорошо видно и доску и все я старалась где-то в мероприятиях участвовать там подарки на все собрания ходила чтобы как-то вот атмосферу разрядить и когда случилась эта драка сделали это в самый больной момент я ждала ярмарку золотые руки тольятти она раз в году проходит именно 6 декабря мне было очень обидно меня вызвали в школу вот и сказали уходить из школы нам драчуны не нужны то есть все были против нас нас заставили просить прощение у того мальчика который нас же провоцировал клушин илья и и обзывал монголо татарами то есть это и на национальной еще почвы было попросили мы прощения и мы я же не знала ни законов ничего написала заявление право же выдать личное дело медицинскую карту ребенка и пошла зимой в пургу в другую школу там тоже нам сказали вы в середине года зимой почему бросаете школу вас выгоняют значит нехороший ребенок приведите ребенка поговорю посмотрю брать его не брать то есть везде унижения были у марата резко заболела голова и он попадает у меня в больницу я уже перевела его в другую школу вот и он два дня походил и не мог даже ботинки завязать шнурки то есть стало плохо с головой но тоже воздействовали видимо психотронным оружием и мы попадаем на скорой в детскую многопрофильную больницу где в приемном покое делают снимки головы и говорят что это очень долго наверное рассказывать то есть моего ребенка приложили руки родители того мальчика пришли в стенах школы устроили расправу над ребенком над вашим прямо в школе над ребенком моим младшим сыном да ученили расправу взрослые люди пришли родители отец и мать этого мальчика клушаные мать вцепилась в моего ребенка ребенок молчала она там кричала вышла классно руководитель тагаева розы геннадьевна и отнимала силы вот эту женщину молодую от ребенка она его трясла за вацкана пиджака вот и потом они спустились к директору видимо чтобы вот это скрыть все а может быть это все специально по сценарию было сделано я думаю что по сценарию потому что потом юрист мне тоже об этом всем объяснил что это очень криминальная школа и что директор слывет в городе как криминальный так скажите пожалуйста фамилию фамилию да 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 скажите пожалуйста уточните фамилию директора и где школа находится школа находится в городе тольятти в центральном районе бульвар 50 лет октября фамилию директора храмов константин петрович фамилию наносителя побоев клушина да получается да она не клушина она по мужу то есть мальчик клушина мама была пензин может быть сейчас она уже изменила фамилию понятно давайте рассказывайте дальше попали в больницу ребенок мой унизили нас очень сильно и вот это все скрыли и когда уже в больнице в приемном покое ребенку сделали снимки там головы и говорят у вас ушибы откуда у вас ребенок начинает рассказывать как все было я говорю а почему же ты мне ничего не сказал мама я тебе говорил видимо я в таком состоянии была я еще его ругала говорю вот зачем ты подрался видишь как все получилось и врач в приемном покое это вы знаете что это судебно я сейчас обязана сообщить в полицию такой ребенок поступает ну и закрутилась завертелась с этого дня я написала в полицию заявление на маму на директор школы волнуюсь так все голос начал дрожать да не волнуйтесь время есть и все стали отрицать этот факт что ничего не было никто никого не тряс никто в школу не приходил что я вру на департаменте образования в городе после уже нового года обижали со всех сторон в общем я обратилась к юристам к одним юристам нет мы не будем то есть юристы уже в городе тоже знают всю ситуацию и мало кто соглашался на это только юридическая фирма консультант была я зашла к ним две женщины панин панина надежда директор и лисина инна александровна юрист которая взялась за это дело она говорит это очень сложно но я не хочу я хочу ребенка защищать она преподавала работала преподавателем в Тольяттинском государственном университете преподавала право общество знаний там такие предметы и подрабатывала в юридической вот этой фирме вот и она начала грамотно писать все письма прокуратуру везде на мать мы не смогли доказать потому что уже время прошло а директор пришлось три заседания суда пройти чтобы пришлось ехать на независимую экспертизу в Самару к врачам профессорам Ковшова Ольга Степановна по-моему Ковшова Ольга Степановна кандидат медицинских наук психиатр она приехала к нам на 30 заседаний суда и когда мы к ним приехали в Самару она говорит я такого беспредела не видела чтобы на живого ребенка в истории болезни вклеили карточки что его якобы переложили из одного отделения в нейро логическое там какое-то как будто его хирурги осмотрели что он сам ударился об лед головой то есть все там подтерли подмазали у меня все трясет уже Андрей выпейся воды вот и она говорит вот с этими всеми бумагами с этой экспертизой я вас прошу обратиться в приемную президенты на молодогвардейскую в городе Самары и мы сразу поехали туда две юристки вот женщины я написали письмо Инна написала на трех листах мелким шрифтом описала все что в Тольятти вот так произошло все что медики полиция прокуратура то есть нет прокуратура ничего плохого не делали они все честно делали а вот полиция там все исковеркивала медики везде ложь была департамент образования тут Храмов начал в отпуск уходить ну и в общем все таки на третьем заседании суда когда уже профессора приехали он сказал я виноват я признаю свою вину да я выгнал ну там задним числом приказы издал вот и он выплатил через департамент нам ущерб 30 тысяч это было 14 14 мая 2014 года третье заседание суда ну после этого я сейчас не помню точно число в середине июня меня вызвала Инна и сказала Галя нам конец страхуй жизнь прямо сейчас иди и страхуй имущество она такая унылая была расстроенная красивая молодая женщина 42 года я говорю Инна а что случилось объясни мне она говорит я тебе говорить ничего не буду страхуй немедленно прямо сейчас беги это последняя наша встреча была с ней 21 июня она умерла от сердечного приступа а меня 17 июня вызвали на дачный массив вот это раз я приехала к нам до этого и сказала у меня там дача была рядом с ней участок и говорит Галя надо приватизировать обратись вот туда туда дала мне визитки и мне назначили почему-то так затянулось на целый месяц и именно на те дни вот когда и Инна умерла мне назначили замер земли приехали замерщики по дороге на дачу меня отравили меня как будто укусило насекомое грудь зажгло сразу и меня вели у меня все распечатки телефонов есть как они мне звонили и говорили вы где я говорю я подхожу уже к дачному массиву ну вот как в сериале детективном все происходило я пришла меня качать уже начало затуманились глаза то есть спина немела вся и два парня молодых на машине один говорит ну все она готова они хлопнули дверцами и уехали это фирма городоустройство у меня где-то визитка их есть дачу конечно мы потом продали вот и мне было очень плохо я отпивалась на даче водой вечером я приползла вся черная домой и на следующий день мне позвонила вот директор юрист и сказала что Инна умерла ее затрясло все дома она куда-то сходила пришла и на скорой забрали и все сказали что там что-то или тромб или ну сердечный приступ я говорю Надя я тоже в тяжелейшем состоянии я тоже наверное умру отпеваясь на химику училась на лаборанты после десятого класса я от крана не отходила то есть я промывала свой весь организм сутки стояла около крана и бегала в туалет вот это наверное меня спасло вот и я начала всем трезвонить что у меня убили юристы родственникам Мариэле родственники проживают в Татарстане и родная сестра на севере в коме СССР осталась она там замуж вышла и так и живет она подключила там какого-то следователя Владимира я ему все рассказала и он мне говорит Галина садись бери такси в своем городе не обращайся никому потому что это опасно уже езжай к этому же профессору Ковшовой в мединститут Самарский университет и пройди там анализ крови на химические вещества и пройди кардиограмму сердца я все это сделала на такси уехала вот и на химические вещества меня послали куда-то судмедэкспертизу я туда приехала врач спросила какого числа это произошло я говорю вот так она говорит если вас не назначили следователя то это будет платно 7000 анализ но делать его не имеет смысла потому что уже прошло 3 дня вот и он не покажет ничего потому что это кислота там какая-то она быстро защепляется и выходит то есть даже врачи знают об этом вот я приехала в Тольятти и он мне этот Владимир следователь сказал напиши заявление в полицию что я сдала анализы в городе Самаре кровь на химические вещества и все передала своему адвокату в меня стреляли химическими веществами там неизвестные люди незнакомые мне я послушала его тогда же я не знала ничего я написала такое заявление 4 июля 3 июля я отнесла а 4 июля меня увезли на психушке со страшным приступом утром приехала ко мне цыганка я занималась шитьем лет 10 на дому и ко мне часто приезжали цыгане которые видимо тоже обрабатывали и она забрала все свои заказы и говорит Галина все у тебя будет хорошо и как только она уехала на машине с мужчиной была меня все затрясло меня по всему телу как вот кипятком залили и до головы сам я доплелась до зала на диван легла и говорю сынок прощай я умираю меня все трясло и сын вызвал скорую там я уже не помню видимо отключалась эта скорая приехала нормальная врач со шприцом около меня стоит я начала отпинывать ее потому что Инна также умерла и мне было страшно что мне сейчас что-нибудь вколят и вот эта бригада вызвала психушку и так я 4 июля 2014 года оказалась с шизофреническим приступом психоневрологическом диспансере Тольятти где мне сказали закрой свой рот если жить хочешь почему-то там всех вызывали коллективно на таблетки меня частенько вызывали там Мурзаева, Мурзаева вот какие-то кололи уколы в общем оттуда я вышла овощи у меня текли слюни километр до пола я еле передвигала ноги я в страшнейшем состоянии была препараты не называли, да? 100% препаратов что кололи 100% не называли и видимо там чипировали меня тоже я еще момент хочу очень рассказать в этом году или уже продолжить может быть мы как две части сделаем не-не-не давайте рассказывайте поэтапно зачем вы попали в психиатрическую больницу у вас там накололи продолжайте мы с сыном подавленные он в новой школе я в таком состоянии жили в доме конечно денег не было практически только там алименты от мужа работать я не могла очень долго я в себя приходила почти месяца три наверное варила кашки травки там пила вот и что я хочу сказать раньше я думала что в психушках лежат дурные больные люди там какие-то но к моему удивлению там оказались нормальные люди ну может человека 2-3 были больные остальные люди были кто под кредитами кто под ипотеками одинокие старушки дедушки вот такие дела а никто не рассказывал про голоса в голове про психотеррор там не было таких тем были с голосами тоже тогда про психотеррор мне вообще никто ничего не рассказывал там вообще мало разрешали разговаривать в каком году это все было это было в четырнадцатом году когда вы вышли я человек с красными дипломами всю жизнь отличница вот в пятьдесят лет я стала после суда сразу шизофреничкой после смерти юриста скажите когда вы вышли ну вы привели свою жизнь как я понял в порядок да ну последствия все потом я сразу на следующий день после того как выписалась мы с сыном пошли к нотариусу я оформила завещание на марата так вот это завещание у меня до сих пор целое ну ну как мы жили жили вот так вот выживали обижали нас со всех сторон на марата всегда соседи напротив уральская 82 Васюта Нина такая проживала Нина Ивановна со своей семьей ее сын Денис постоянно он избил меня а марата еще вот до суда этого да со школой до драки в школе сын вот этой Васюта Дениса избил меня я заступилась за ребенка он швырнул меня прям между нашими домами на дороге марат кричал кидал в их гараж камни и мы написали заявление на них они меня бросили на дорогу разбили колено трампунт был бумаги лежат у меня до сих пор ну в общем то заявление неправильно составлено то нет состава преступления то еще что-то и так и все замяли а марата поставили на учет то есть ребенка пятиклассника что он в Нину бросил камни все наврали и залгали вот так ребенка поставили на учет и она всегда это Нина поставив руки в бок на улице кричала татарская морда твой старший сын репутацию ему испортили я тебе и этому сыну репутацию испорчу то есть она была хозяйкой она воспитательница садика всю жизнь проработала и вообще в моей истории много воспитателей детского сада много учителей и я поняла что это вся система такая Андрей я очень у меня было много времени все это продумать обдумать но когда я еще поняла что и медики все в этом участвуют это вот полный ужас был дальше зиму мы перезимовали а весной весной что же случилось весной в пятнадцатом году освободился мой сын осенью я сломала руку перед его приходом подстроили положили доски во дворе так что по расчету прям как по чертежу я вышла во двор споткнулась об одну об вторую и рукой уперлась в мотыгу которая была подперта у забора представляете как вот все было сделано перелом руки получила сочувствую вам сочувствую все переломы последующие тоже все были подстроены и ногу я сломала меня подрезали аппаратурой вот этой пушкой или что там у них есть вот освободился сын осенью и мы начали ходить с ним чтобы прописать его в дом а дом видимо уже был подготовлен чтобы отобрать его по всем планам паспортная служба не прописывала его в дом очень долго мы писали заявление я как мать что прошу прописать моего ребенка так как он проживает со мной и в конце концов с октября месяца только в январе ему выдали пустой паспорт без прописки без ничего он начал сильно болеть температуры начал попадать в инфекционки в общем болезни за болезнью прям как снежный ком цирроз печени обнаружился потом порог сердца обнаружился здоровый высокий парень который 16 лет на зонах просидел и ничего с ним не было вот и с одной инфекционки в другую инфекционку и в конце концов поставили ему ВИЧ и туберкулез туберкулезный диспансер и вот я к нему пока ездила в больнице я пришла к выводу что идет уничтожение мужчин потому что каждый день в каждой палате мужчин вывозили в черных пакетах на тележках в этом туберкулезе вот придешь к нему например к сыну там Ринат лежал татарин сорок с чем-то лет здоровый улыбается мужчина все на следующий день приходишь Ринат умер оказывается мальчик Женя 18 лет парнишка с голубыми глазами тоже на следующий день умер то есть вот мы же живем в городе ничего не видим а когда я коснулась больниц я зашла к заведующей это было середина марта шестнадцатого года я говорю а может быть вы не так их лечите в чем делаете почему он у меня сбегает с вашего туб диспансера вы мне говорите что он вот-вот умрет а он сбегает сам от вас и дальше живет и ничего с ним нормально все потом опять что-то случается его на скорую увозят и опять в реанимацию и мне говорят готовьтесь он у вас умрет она с таким стеклянным видом на меня смотрела и получилось так что я еще у него побыла в больнице ехала в газели и встретилась на остановке села на остановке поликлиники городской больница туб диспансер в конце города вообще далеко расположена и пока я приехала на газели оттуда это врач села вдруг в центральном районе около нашей поликлиники газель посмотрела так на меня и с этого дня у меня начался жар и я стала сильно потеть 23 марта я пошла в поликлинику думаю наверное у меня тоже туберкулез что-то у меня непонятное происходит и 23 марта в поликлинике все было подстроено так что я поняла когда я начала проходить флюорографию там меня провоцировали на скандал забегали с моей карточкой старшая медсестра забежала в смотровой кабинет в общем в смотровом кабинете мне установили какую-то штуку после чего я месяц не могла спать Андрей как часовой механизм у меня включился я пришла домой я не могу спать я понимаю что я не могу спать у меня тикает в макушке головы что-то и все я как крыса лабораторная стала бегать по дому день бегаю ночь вторая ночь пошла ребенок спит а я даже не знаю что ответить это был какой-то ужас после недели прошла я после недели по моему вышла на улицу на трассу я хотела броситься под машину потом я научилась спать в этом состоянии просто лежать с закрытыми глазами и практически через полмесяца я я не рассказала еще когда я с психушки вышла цыгане начали приезжать толпами продай дом продай дом продай дом то есть все меня атаковали говорю нет я не продам нет я не продам и я обратилась к риелтору я говорю Наташа и меня подбивали уже говорили Галина видимо твой дом уже присмотрели продай мы выставили дом на продажу вот я думаю все равно я умру чтобы это Нина не видела эти соседи все враги не видели как я умираю здесь и вот это Наташа риелтор она рядом со мной проживала мы с ней вместе и работали у меня вот куда ни не кинь везде клин то есть все люди участники вот этого психотеррора это Наташа заселилась и потом второй дом захватила сошлась с мужчиной и мужчина какие-то корочки у него там что-то такое я ее спрашивала бмв машины я говорю а чем он у тебя занимается Наташа ну он умеет он работает так он умеет сделать что проблему какую-то что люди потом с этой проблемой к нему же возвращаются и большие деньги платят я не понимала этот ответ психотеррорист короче говоря да вот у них рядом еще один дом они захватили мужчина умер от инфаркта женщина сгинула куда-то дети в детдом или куда попали у нее иномарка появилась то есть они начали процветать и она начала бегать ко мне вот ну как бы сначала мы выставляли потом я говорю нет не буду продавать и когда вот я спать перестала я пошла к ней я говорю Наташа вот я в такое это попала я не знаю что со мной сделали в поликлинику я больше никогда не пойду она мне дала неодимовый магнит дом мы выставили уже и она мне говорит вот эти цыгане которые много лет хотели у тебя дом купить они только с деньгами больше нету покупателей в общем 22 апреля я переезжаю в квартиру бросив все отдаю отдаю ей она там 6 машин вывезла моих вещей отдаю ей все говорю Наташа мне ничего не надо я умру все равно хотя бы успею выехать и Марата вывезти из дома я в такой же спешке вот как по Трикеевы выезжали так же все побросав банки все ну представь 40 лет в доме прожить сколько там всего съехали в квартиру вот и в квартире уже начался такой террор то есть квартира была вся построена как электронный концлагерь запекали сына сначала старшего в октябре он у меня умер он бегал бегал из больницы в больнице сбегал постоянно говорит мама они мне памперсы оденут и говорят ну все сейчас тебе конец капельницу поставят он говорит я вырываюсь и ну убегал всегда и его увезли в такую больницу в город Сызрань вообще в другой областной город в Самарской области два часа туда ехать в такую больницу на отшибе города которая под охраной под забором с колючей проволокой то есть там медсестра мне сказала говорит если его туда увозят вы его больше не увидите уже оттуда не возвращаются я так плакала говорю сынок он говорит да что ж ты мама со мной прощаешь что ли вот и в октябре он у меня умер и на следующий день после похорон скажите как произошла смерть вашего сына извиняюсь для ну надо кричал кричал мамочка меня жгут забери меня пожалуйста я приехала начала его поднимать он уже рухнул то есть стремительно все истощили до скелета выжгли короче внутренние органы все умирали мама все умирают я боюсь я не хочу умирать мама забери меня в больнице с младшим сыном приходила девица тут и вены резали какие-то ритуалы с ним делали и что в общем кровавые месивы постоянно в квартире я вот металась между сызранью и вот эта квартира еще меня все настолько подстроено все рассчитано было я всех людей знаю всю эту мафию это все вот окружение кто здесь проживают весь этот район и радиоэлектронщики которые сидят в ремонте сотовых там компьютеров и продавцы одеждой и обувью и парикмахер то есть я работала два месяца перед смертью сына открыла как ремонт одежды рядом с домом в подвале там магазина в цокольном этаже и они меня все там обрабатывали меня закидывали какими-то дешевым пошивом отвлекали меня такой вопрос вот этими скандалами всякими сын звонил кричал а я не ехала потому что у меня не было денег на межгород я ему и продукты возила и все и даже такой день был когда я села на автобус изранский поехала уже с таблетками с лекарствами за неделю до смерти старшего сына и мне звонит муж мы с ним в разводе уже были давно отец младшего сына и говорит сын видимо на марата тоже воздействовали потому что он так же все как я сделал в общем взял горсть таблеток в каком-то состоянии написал предсмертный там в интернет выложил что все я музыку включил и муж приехал я еду в автобусе мне осталось 10 минут до сызра не доехать до старшего сына а мне звонят на телефон муж и говорит я мчс вызвала полицию скорую младший в ванне там суицид делает я вышла на трассу перебежала на другую сторону села на дорогу прямо на асфальт плачу рыдаю ни одна машина не останавливается фура остановилась в казахстане мужчина у которого тоже сын повесился а так никто 30 минут я сидела на дороге прямо посреди дороги никто все объезжают никто не останавливается я могла там умереть запросто и все было сказали вот она там мать на трассе умерла этот ребенок я вернулась в тольятти уже ребенок у меня увезли в больницу выставили двери вот представляешь такое я хотел поинтересоваться у вас дом вы продали кому этой женщине получается риэлтору нет нет не риэлтору она продала дом цыганам которые лет пять просили продать они на нашей же улице жили они просто положили глаз на этот дом ясно что хочу сказать район весь наш превратился цыганский ну когда чужие проблемы не касаются же просто такие слышала что вот цыгане заселились рядом живут например на енисейском проезде а напротив из дома хозяин пропал то есть брошенный дом постоял полгода потом цыгане заселились сын рассказывал вам когда он лежал в больнице что там людей пытали психотронным оружием да так же как его он не говорил что пытали он не знал он просто кричал что у меня жгут у него все в язвах в крови все лопнуло то есть сверху и медсестра которая там санитарка ходила она говорит вот если бы он веру принял покаялся он бы выжил мы сколько его пытались там это улица город цызрань улица щусева противотуберкулезный диспансер и у меня волосы дыбом стали я потом двоюродной сестре еще по телефону звонила она говорит хорошо что он не принял пусть он так умер скажите что было веру принять в этом состоянии скажите что было дальше после смерти сына ну начали открыто жарить меня расскажите пожалуйста я работала в этом цокольном этаже зашел какой-то мужчина уже все ушли я задержалась с пошивом сидела потому что ковровый наверху магазин он еще открытый до восьми часов и я уходила вместе с ними всегда вот и спустился в этот цокольный этаж мужчина крупный такой ну наверное фсбшник и все у меня зажгло все вот в районе где щитовидка как ожог получился я побежала быстрее отпеваться потом вернулась домой и начала понимать что меня на кухне трясти начало вообще непонятное состояние какое-то вот ну и в кровать легла тоже такие вот ну как по голове какие-то я начала закрывать тазиками какими-то этими а я еще не рассказала мы когда переехали в квартиру мы же без ничего вообще переехали начали покупать на разницу у нас разница триста пятьдесят тысяч осталось от дома и мы купили диван купили ну необходимы там кухонные стульчики стол телевизор сыну ноутбук купили он говорит мама вот Андрей я еще сбилась я второй раз еще в психушке была вот расскажите именно важно психушки мы перезимовали весна прошла некрасиво мне говорит конечно пришел мужчина да в незнакомый типа помогать мне азербайджанец алик он нам давно когда-то строил вот этот дачный участок на котором меня отравили домик какая-то темная личность я тебе помогу я тебе ну и по двору и по огороду помогу вот и он когда-то работал типа в кафе где-то в шашлычной ничего я не знала не проверяла то есть я вот такая овощи ходила и согласна была уже то есть меня истрепали так что вот без конца в школу какие-то вызовы собрано собрание вот это вот милицию инспектора с соседями вот эти скандалы я уже была вот вообще и он мне массаж сделал после его массажа ночью по спине пошли какие-то пузыри как будто вот радио настраивают радиоприемник и ну жечь начало я начала и он потом это было перед 9 мая шестого или седьмого мая и соседи новые соседи заселились рядом с домом с нашим она медсестра соколова ирина она постоянно меня почему-то обнимала но я еще так смущалась думаю у людей какой-то вот расстояние должны соблюдать вот это там как она называется 30 40 траекторию на прямо постоянно меня обнимать кидал и я чувствую что она как в спину мне что-то такое вдаривала это психотронщица еще та у нее дочь во франции то есть она сошлась мужчиной тоже какими-то там махинациями дом переоформила сейчас он у нее на продаже стоит дом очень хорошо они там отремонтировали и душ кабины и кондиционеры везде устанавливали то есть ее поощряли очень сильно с каждым моим падением она поднималась вот и она мне говорит мы хотим забор поменять тебе за нами не угнаться вы бедные мы богатые я хочу вот между нашими участками поменять забор ты все освободи из сараек и от забора все убери то есть они создавали такую ситуацию захламленности специально никто не собирался ничего делать я все освободила из этих сараев и 9 мая мной начали как вот радиоуправлять по спине пошли какие-то вот ну жжения такие жжения я теперь понимаю почему мой отец по полу катался когда с инфарктом увозили сын вызвал скорую опять и к воротам подошли цыгане прям все одновременно и напротив наших окон встала машина с этим Денисом соседским и он с банкой пива смотрел в окно я прям взгляд его поймала я бегаю как крыса по дому с обожженной спиной все там у меня вообще невероятное что-то ну видимо заправили меня вот этими вот психо специальными какими-то и по спине наверное чипы или импланты какие-то поставили все это воздействие страшное было я Марату говорю Марат звони от меня и вызов в общем 9 мая я мне про эту ситуацию рассказывала юрист она мне очень много Инна рассказала царство небесное ей что люди в такой ситуации она мне открыто не говорила про псотеррор ну вот так вот она говорила разоряют семьи разоряют бедных людей ты видела когда-нибудь валяющиеся фотографии в городе около мусорок альбомы трудовые книжки там какие-то документы я говорю да часто вижу как будто вот все выкинули вот это разоряют захватывают так жилье сейчас разоряют семьи и люди действуют одинаково женщины рвут документы бумаги в таком положении крошат цветы горшочные высыпают землю что-то делают на улицу боятся выйти и я ее не спрашивала она просто мне рассказывала боятся выйти складируют все около входа и когда уже приезжает там скоро или машины или пожарные пожар случается всегда человека в психушку забирают говорят что сошел с ума вот ну и так и все получилось 9 эти сигналы начали стихать у меня и постоянно кто-то подходил и меня вызывал чтобы я вышла из дома я начала понимать что не надо выходить 4 дня и сына не выпускала из дома никуда он говорит мама мне в школу надо мне надо какие-то там сдать задания говорю нет марат я тебя не пущу никуда говорю сынок что же делать что же у меня в спине может какой-то металлоискатель найти он говорит мама ты наверное ненормальная что у тебя там в спине может быть ну и в общем я один день он у меня отпросился все-таки я его выпустила вмешаюсь на секунду очень важная деталь вот эта женщина которая риэлтор она вернусь у вас вернулась в прошлое она давала вам неодимовый магнитик для чего да вот этот неодимовый магнит разрушил видимо она говорит положи его прям вот в район живота пониже впереди я начала по часу по два спать то есть уже переехав в квартиру представляешь Андрей месяц 23 марта по 22 апреля я была не спавшая в это никто никогда не поверит никогда это такая пытка видимо я настолько сильный человек я это выдержала все-таки и пошла у меня ржавчина то есть на белье пошли выделения с ржавчиной так расскажите пожалуйста вы положили магнит на живот и вы так спали это надо информация для выживания так и сколько вы так проспали когда это все прекратилось с магнитом с этим вот я как в квартиру переехала то есть час два и с каждым днем все больше больше это самое на живот это сказала это женщина положить да именно на живот потом она его требовала назад но я и не отдала я просто и так много просто кстати заметил у себя дома когда я кладу руку на живот именно там где пупок ниже чуть-чуть да лобковая часть да сразу какие-то непонятные стуки сверху начинаются кстати возьмите все жертвы психотеррора на заметку потому что у меня помогал мне очень много потому что перед в детстве у меня это я от себя сейчас расскажу простите что я перебила что была спонтанная операция на аппендицит просто я встал с утра ни с того ни сего схватила бок вот и потом меня завезли на скорой на аппендицит а после этого всего я не знаю вот может что-то под наркозом они вшивают у вас операция на аппендицит вот они вшивают да не было вас операции на аппендицит у меня была операция тоже на аппендицит и я теперь поняла что все эти операции на аппендицит все они и делают вот вот я кстати подметил что что-то с животом вот живот такое чувство будто бы наделяют какими-то веществами гмо вот этими ну не летально это все делается живот у меня полненький причем он таким быть не должен то есть ниже вот там где уровень пупка сбить этот вот подкожный материал нельзя никак то есть я человек достаточно спортивный и я заметил это все сделано намеренно специально потому что возможно вот в уровне живота что-то вот в том месте что то есть реально я когда ложу руку этому человеку который сверху ему очень не нравится это он начинает чуть ли не биться там стенки или кричать что-то кашлят там что-то вот не то становится так андрей ну в общем я возвращаю вас в квартиру на том начался спускаюсь до первого этажа в общем меня всю протравливают я и видео снимал очень много и все все бесполезно они как работали так и работ единственное что поменялись в двух квартирах жильцы после февраля я выложила как там нас и избивали они и крики были вот приедут ребята они тебе устроят вот одна проговорилась тоже медсестра подо мной жила мужчины все как на подбор такие боровые с пузами сейчас вот живет новый квартирант снимает у нее квартиру живот как девятимесячный даже некрасиво говорить и девочки говорят типа он на газели папа работает но он нигде не работает в общем он меня снизу обрабатывать с третьего этажа а с четвертого этажа вот этот зам александр съехал и ребенок съехал и жена съехали сейчас там работает другой парень якобы квартирант я с ним на лестнице разговариваю я говорю здравствуйте вы у нас новый жилец он говорит да я квартиру снимаю а где вы работаете я в связном у нас есть магазин такой как мегафон там связной я говорю менеджером где сотовая связь он говорит нет я связной по группам и я так удивилась думаю как это связной по каким группам но не стала больше ничего спрашивать что я хочу сказать еще вот в той истории когда меня второй раз увезли в психушку там получилась страшная история я отправила ребенка в школу и мне в голову как они вот умеют это делать мне показали какой-то мясокомбинат я вижу ну в доме бегаю с этой вот радио в спине у меня это все там бурлит жгет ну поменьше уже потому что я никого не пускала и сама не выходила никуда и я вижу такую картину как кинофильм какой-то заброшенный мясокомбинат на подвесках на крючках мой муж вот этот марата отец салават а напротив него марат и их разрывают они стонут все в крови когда я это увидел понимаешь как будто я там была андрей вот видимо в мозг транслировали я схватила молоток там или что в руки я крушила все в доме я как пантера все разорвала все что было там все оставшиеся я открыла газ весь дом был фиолетовый даже туман уже газом так пахло все соседи на улице стояли и я зажгла спичку но спичка взрыв не произошел я читала что газ оказывается нужна маленькая концентрация чтобы он взорвался когда он переполнен он не взрывается нет на всю волю божью это от себя скажу или меня бог спас не знаю я беру керосин флакон я разливаю и поджигаюсь разгорю моего сына уже и мужа нету в живых я вам не дамся в общем у меня уже и рвота была все черный дым огонь уже по занавескам по стенам везде все горело и пожарные выломали двери выбили там все окна уже шлангами все там заливалось и меня на скорой опять увезли в психушку это было 14 мая опять день когда был суд ну 14 году а это 14 мая 15 года ровно через год и меня опять привезли с сожженными волосами и опять меня всю там искололи изуродовали вот в этом году у меня такое меня так мучили сильно я вот из своей комнаты я закрывала голову и фольгой какие только укрытия здесь не придумывала и били с такими силами и провоцировали чтобы сын меня он несколько раз хотел психушку вызывать я на колени вставала я его умоляла и получилось что я на выставила видео что цыгане вот мой дом отобрали вот это это свой дом видео сняла и мне елена махина написала что ты была в психушках и они не имели права сделки проводить с тобой незаконность сделки и я подаю в суд 5 апреля 8 апреля у нас сделка была по квартире в шестнадцатом году с дома я выезжала и ровно три года прошло вот 5 апреля была пятница я в пятницу сдаю документы в суд на незаконность сделки сама написала все она мне там помогла отнесла эти документы и 8 апреля в понедельник я у меня всегда ухо мокло врачи мне ставили всегда грибок в восемьдесят четвертом году родился сын первый рустам и вот меня типа после родов у меня лопнул аппендицит меня с такими страшными приступами увезли из деревни в медгородок в хирургию там большой центр медгородок называется там и хирургии все все отделения и меня там оперировали 6 часов под общим наркозом было очень много врачей оперировал сам заведующий меретин аркадий иванович говорили что он еврей он еще мне подмигнул так меня все колотило в общем у меня 18 стежков живот весь распаханный сказали что аппендицит лопнул на весь живот перитонит пошел им вот поэтому они меня так прооперировали видимо во время этой операции мне тоже что-то установили и в район сердца потому что у меня рентген показывать что пол легкого у меня нет то какая-то там что-то расположено и меня в чипировали в ухо вот 8 апреля я повредила себе зубочисткой ухо я забыл зубочистку в ухе и ударила я тоже об этом писала в одноклассниках заметку я ударилась нечаянно рукой и вогнала эту зубочистку а мне всегда говорили что у меня особое строение ухо я же всегда ваткой туда лазила и тут я с острой болью прибегаю в поликлинику в ту же самую вот где мне смотровом изуродовали клор врачу и у врачей глаза такие взгляды какие-то переглядываются молча промыли мне ухо поставили тампоны придешь завтра 9 апреля 9 я пришла опять зашла это старшая медсестра который в смотровой что-то заносила когда 23 марта помнишь я рассказывал что вот спать не стала опять эта медсестра зашла евгения петровна и они все втроем ко мне в ухо заглядывают я пришла домой в карточке мне два дня ничего не писали ну что повредило ухо там или что-то какую-то запись хотя бы число врач такой-то ничего нет никакой записи нет придешь через неделю мы тебя заведующий покажем я сижу дома достаю визуально я вязала тут кружева сидела достаю визуальным крючком все тампоны оттуда и натыкаюсь на металл крючок звякнул от металл я стучу зову марата здесь и его девушка была у нас практически живет каждый день грядить сюда чё у меня там он светит сотовым телефоном и отпрянул быть мама какой ужас у тебя чё там в ухе ты ведь все время говоришь фсб фсб ты сама наверное фсб у тебя там прослушка стоит шайба металлическая с микросхемы и с тремя дужками такими приподнятыми как вот микрофон Говорит да ты чё марат он говорит да миллиметров пять такая вот шайба это прямо прямо в правом мухе моем пазухе у меня тоже в правом что то есть прямо в пазухе прямо в дырке в наружном мухе ну туда поглубже чистим залазим вот он у меня стоял с 84 года а как вы изъяли я пошла 28 мая в больницу терапевту своему я говорю у меня сын с девушкой в ухе говорю я повредил ухо игорь я ходила в поликлинику фотографии не вор врачи ничего не писали фотографии не не пойду а фото нет ухо когда находился там микро нет я никак не могла сын мне там сфотографировал но плохо очень видно она у меня и вконтакте и в одноклассниках ухо есть там что-то такое беленькое но это можно принять из-за волосы то есть то есть основание пластмассовое прямо в дырке в ухе вот как ухо чистишь а как же ну я вот на стенке не на самой барабанной перепонке а рядом с барабанной перепонки на ну к мозгу ближе к стенке вот к этой понятно все теперь ну вот так вот дальше рассказывать вот 28 мая терапевт я пошла утром прям рано я говорю я не могу больше у меня грифс лист стоит я говорю повредила эту штуку и у меня горько кратцы работать я говорю слышу такой для того самого каждую ночь когда спать ложусь такого шипения и они забегали все там в поликлинике 1 там заведующий там направление сначала к этим же лор врачам дали направление я все там бумаги у меня в одноклассниках выложены эти даже то что инородное тело удалили но они меня обманули они показали мне металлическое все вытаскивали хруст стоял показали мне от шариковые шарикового стержня кончик и вот это у вас там было жесть вот ублюдки вот сын конечно со мной не пошел у нас скандал получился он все просил меня не ходи никуда тебя и тебя убьют теперь меня убьют раз у тебя такая штука в ухе стоит а потом один раз в сердцах крикнул мне это ты сама фсб ты мне все мозги уже но он весь нервный представьте сколько он пережил я вот все время они все время били видимо вот на этот именно чип настраивались такое страшное воздействие вот к его я удалила я прямо андрей села во дворе больницы расплакалась разрыдалась можно даже сказать но сначала и как от страха пожалуйста когда вы когда вы удалили этот чип вам легче стало как-то или нет намного легче с меня как будто морок спал облучение ушло на я на депрессивное облучение ушло галин петров написал что возможно шло воздействие даже вот но на депрессию на психологический фон вот у меня в ухе тоже что-то установлено именно вправо вот так вот значит сейчас это равно у меня писк стоит видимо они там и в истохию трубу вставляли что-то потому что говорят там тоже устанавливается что-то если я сделаю вывод тогда по по вашим рассказам конкретно чтоб при операциях при наркозе эти суки твари вот эти вот еврейские врачи и какие-то там я не знаю кто это делает по заказу фсб спецслужб и так далее у них есть надо подставлены вот и я попал под военный медицинский опыт у них есть свои врачи тогда которые оперируют людей и устанавливают им эти устройства вот в чем весь секрет я бы для них просто барашки такие же как в стадии вот заказывают людей врачу давай дают просто-напросто спецслужбы выдают эти чипы их тайна устанавливают людям при операции медики знают об этом они спокойно вытащили в шесть секунд а нас вот как они нас слышат и так далее а уже другие устройства что я хочу сказать я пошла еще в платную клинику то есть я боялась в государственную идти до 28 мая я еще обратилась в платную я не буду говорить адрес к частному лору я зашла и он мне говорит вот я даже не притронусь к этой штуке где тебе ее поставили тихим голосом вот туда и иди я говорю поставили мне ее в медгородке в хирургии восемьдесят четвертом году он говорит 25 лет в архивах хранятся эти операции а потом их уничтожают уже архивов нет и видимо врача тоже этого нет иди фсб он мне сказал я говорю ладно то есть врач тоже видел но он не взялся вытаскивать частный врач частной клинике значится надо искать нормального врача который вытащит аппетитные они поставили вот это вот лоточек мне куху я прямо слышу что металл мне так страшно было я начитала что оно там соединилось внутренним еще в носовой пазухе я думал мне выдерут там с мясом я ее за руку за локоть хватаю врача она мне очень грубо как фашист не трогайте меня я говорю женщина я боюсь она я не женщина тебе на ты все так вот грубой форме потом вот показали я покажите мне что вы достали там же металл был нет вот эта пластмасска была столько лет у меня вот эта пластмасска то есть там в описании написали что даже у меня деформирована стенка долгут они все лжицы все они знают все медики знают и все медики я говорю вот под низом медсестра участвовала губанова наталья с 28 квартиры сейчас в ее квартире другая семья заселена то есть которые жестче бью час час друг другим способом бьют меня то есть не облучением а это или генератор звуковой или что то есть не пенопласт не полистирол там пленки вся кровать у меня заложена и подушки пуховые вожу и перьевые и пуховик и все равно вот глухой бьет по всему телу что-то такое удары идут такой чистотой что встаешь голова всегда как избитая расскажите после изъятия что дальше было вот как вы жили дальше вот после изъятия стало намного легче ну как сказать на 70 процентов стало легче раньше я всегда закрывал голову я такие пирамиды строила на голове то есть мокрые полотенца там фольга еще что-то неодимовый магнит еще на макушку там завязывала то есть над головой еще строила я же постоянно строю такие постройки из москитных сеток над собой укрываю японский платок вот с нитками такими медными протягиваю то есть всегда строю укрытие и сижу в своей комнате что они мне еще делали снизу когда с нижней квартиры прожигают мне под коленами ноги то есть язвы делают по ногам бьют всегда ну вот сейчас намного легче стало потому что видимо я устроилась на работу и ну все равно слышу шаги есть люди ходят мы видим аппаратуру убрали в другое место на и но везли на других людей действовать меньше меньше намного ну видимо из-за этого чипа в ухе каком этот этот чип году вытащили еще раз в этом году 2019 мая до 19 ясно 35 лет я с ним проходил андрей это наверно было и прослушка все что я говорила видимо так откуда шум в ухе вот этот вот шипение это вот это и есть прослушка и так они говорят в ухо людям по сути но это тоже аппарат есть потому что они читают мои мысли сейчас я приведу пример я сижу вечером и думаю завтра я сыну приготовлю пиццу в чем не на одну и не словами никак а в мыслях муку куплю там яйца купить надо это это как рецепт перечисляю сижу я прихожу на завтра домой покупаю все это в магазине захожу за порог а ксюша заказывает пиццу с доставкой на дом дальше еще такой момент был тоже про пиццу я подумала в магазине покупаю что-то и рядом со мной проговаривает психотронщики которые местные здесь ходят что-то про пиццу говорят и и так вот во всем мысли читают конкретно так что же еще можете вы рассказать и я задам вам еще некоторые вопросы работе начался тоже гонсталкинг и пока на работу иду и на работе тоже террор начался моббинг начали издеваться и начальница начала твердить что начались ну я шью за машинкой звонки бесконечных псих диспансер меня начали причем документы написали суда я сначала их не читал идут идут бумаги там постановление то-то то-то оказывается я сама ходатайствовала сама себе экспертизу психологическую чтобы доказать что вот я там недееспособна или какая она платная 15 тысяч стоит конечно у меня таких денег нет я стала переживать они мне тонна там какое-то сентября нет августа назначили на девятые потом еще перенесли сыпется эсэмэски вот придите там туда в приемный покой чуть ли не там с халатом с тапочками на экспертизу конечно мне страшно туда было идти вот и начальница начала давить типа зачем тебе это надо зачем ты это все ворошишь ты хочешь чтоб тебя убили там вот у меня юрист хороший давай съездим и мы поехали и юрист тоже как бы посоветовал деньги у тебя и страчены квартиру у тебя уже столько за миллион девятьсот то есть как хорошую квартиру мы покупали из-за того что она с ремонтом была на самом деле такие квартиры стоили намного ниже миллион сто миллион двести то есть вот с нас поимели по по полной программе и и судья теперь на судах меня подозревает мошенничестве что я прожила три года и в последний момент я подала иск на возврат дома незаконно сделки почему вы так поступили вот вы взяли деньги вы их все потратили а теперь вы хотите дом вернуть вот а то что я уехала оттуда без ничего и то что вот юрист меня предупредил и все бумаги я подавала есть и завещание не просто так же я 50 лет писала что свою долю передаю там сыну в связи с моей там если что-то со мной случится и меня мошенницы почти выставили я написал отказ вот на 9 сентября назначен суд не знаю что там будет то есть я написала что больше я не буду возвращаться к этому вопросу вот так я осталась без дома без сына андрей то есть с милицией прокуратура написала что почему моего сына не прописывали в дом значит дом был уже готовился к продаже к этим всем махинациям мне ответ прислали что мы никакие заявления не сын не подавал на прописку не я как мать не подавали а просто пустой паспорт выдали ему вот такие у нас законы ужасно конечно беззаконие полное беззаконие от альятти наш город я очень конечно расстраиваюсь что родители меня сюда привезли это страшный город так я хотел у вас вам задать некоторые вопросы под конец я думаю на этом мы уже будем завершать наш рассказ отец ваш когда он погибал простите за такой вопрос рассказывал вообще что с ним происходит вот андрей мой отец был сильнейший мужчина ни одного слова я не не слышал может быть с мамой он делился ни одного слова я не слышала может быть он не знал что такое пситеррор но он так мужественно это все переносил он уезжал на поливной брал себе там еду всегда работал на тяжелых работах и на комбикормом заводе там мешки и бочки и в последние дни он попрощался с мамой он поблагодарил ее сказал соня ты меня всю жизнь так смотрела хорошо за мной и кормила вкусно и всегда в чистоте в порядке держал а мама с кого гацаш да что что прощаешься что ли он год я знаю это в каком году умер отец получился он девяносто шестом умер 2007 мать нему все зубы изуродовали то есть у нас и мама вся беззубая была с остальными челюстями и мне все зубы высыпали и отец был подогнали так что ему нельзя значит делать физические препараты и ему в живую все зубы вырывали и типа из-за того что он зубы лечил у нас такое сложилось было у него инфаркт получился сын погиб получается в каком году сын в акте и все сделали 11 числа мое день рождения 11 апреля 11 октября умер сын он мне звонил раз двадцать мама мама забери меня игру сынок воскресенье я тебя заберу приеду заберу обязательно и все он потом звонки прекратились я позвонил там максим в палате лежал здоровый как конь парень остальные все больные умирают а он один видимо он был с аппаратурой прям в палате он готов все рустам отключенный врачи сказали что он в коме звоню врачу он будет все он вот сейчас может ночью умрет вот так анализ крови когда вы сдавали на хим вещества вы так и не сдали до получается я его не сдала потому что он 7000 стоил сейчас вы живете проживаете в квартире так я понимаю я проживаю в квартире с младшим сыном два года у нас уже живет ну как живет приходит уходит ночует девушка которая тоже я подозреваю что она квартирное рейдерство есть у вас то есть они процветают мама заместитель заведующий садика папа предприниматель машины иномарки брат на днях купили квартиру 26-летний парень который тоже оскорблял унижал нас они обзывали что мы шизофреники оба больной психушкой сына в армию не взяли делали ему 18 лет исполнилось в феврале в этом году в армии его не взяли объяснив что ему нельзя давать оружие что он в таком нервном состоянии что он всех перестреляет я вот такое объяснение пожалуйста кто по образованию еще раз андрей еще раз не поняла образованию кто я закончила уфимский техникум хлебопекарной промышленности техник-технолог хлебопекарного производства отец но я не работала я всю жизнь швейным мое любимое швейное занятие это понятно а отец кто был по образованию простой тоже мой отец 18 лет проходчиком на шахте работал у него было очень много корочек и там комбайнер и погрузчик он всю жизнь учился на всяких курсах военные тайны ни в какие не был посвящен нигде не служил так он нет он и когда я была маленькая на севере очень сильно подрался около ресторана север видимо с директором ресторана или с кем-то мама там работала в кулинарии и что-то там получилась неприятность я слышала только какие-то разговоры евреи евреи опа вау у меня та же самая ситуация с агеновским директор ресторана ильевский вот я фамилию помню короче с евреями покусался да получается да и с того времени вот начались пакости она мама паша мой папаша в ресторане тоже подрался с евреями и начались пакости потом прикиньте вот это совпадение а мама видела преступление какого-то там мужчину на лыжах зарубили топором и вот этот сон мне в детстве всегда транслировали андрей это вот просто совпадение но они не случайно я думаю очень странные совпадения просто у меня в ресторане мой очень много здесь у нас не хватит программы давай еще сделаем потом то есть как уродовали в моем детстве я сумму не перевозить деревню другую но это будет полноценный рассказ а потом ту отдельную историю мы запишем как делали попыткам там и так далее запишем отдельную стой да вы не занимались эзотерикой магией какой-нибудь сатанизмом каким нет меня втянули психотронщики восточные танцы я очень сильно я была очень толстая всегда толстая была очень комплексовала никакие диеты мне не помогали видимо меня гормональными пичкали конечно пичкали и после родов марата в 2001 году я вообще до безобразия была толстая и в 2005 году меня женщина она меня в рифлеем втянула в сетевой маркетинг и она тоже процветала толубеева светлана вадимовна получила новые квартиры там и мне объясняла что она там конкурс в журнале в газете выиграла там статьях каких-то участвовала ну постоянно какие-то вот и она меня повела на фестиваль восточных танцев я восемь лет танцевала сама для себя просто в школы ходила и я втянулась настолько этот танец он попадаешь в зависимость там такие же гормоны как от наркотиков идут то есть естественные гормоны от этих танцев я похудела я покрасивела и я видимо уходила вот от этих всех соседи начали нападать очень сильно в этот момент ясно а из опериками не занималась ни к колдуньям не ходила никому я понял так по еще вы вопрос то вы повернулись поведанию я татарка у нас мусульманская вера про мечеть отдельно даже могу сделать видео то есть там тоже птиц и роду я понял так какие еще два месяца молилась сын начал говорить мне мама ты что как сектантка начала у нас кушать ничего нет а ты молишься и молишься пять дней пять раз в день я читал намаз то есть я ходил на арабский язык все это выучил я умею читать коран все вот ну конечно я мы не супер на буквы все знаю будем завершать сказал что больше моей ноги там не будет какие средства защиты вы используете против вашего а ну кроме прикрытий там что еще можете посоветовать не очень сильно жгут всегда по почкам я читала что там надпочечники я много очень статей читаю всяких что выжигая надпочечники они добиваются старения резкого там у меня всегда пояс куда в хб полотенце там или в ситец вшито 67 слоев от чипсов упаковки ясно эти пластины у меня везде то есть у меня их штук 20 я их вот если начинают я прям обкладываюсь и голову в район шеи мне очень сильные шишку делали это шишка прям с яйцо было размером потом она как рак прям появился потом она я начала содовый очень много соды пользуюсь пищевой то есть делаю такие примочки везде накладываю она быстро помогает ясно по ногам и стильно бьют самое место у них что они мне поражают это ноги это уже в следующем раз про сильно про историю пыток в следующем рассказе запишем для общей информации диету изменила андрей я пишу об этом все в сайте то есть щелочное все надо употреблять они вот этими веществами закисляют нас я и ваши видео все слушала да это так и есть значит а галина мурзаева у нас была в эфире спасибо вам большое за вашу историю они узнают люди если кто-то с вашего города будет он вам возможно с вами свяжется и вы вместе будете как бы взмогаться в этой ситуации с вами был я андрей до связи и и Продолжение следует...